Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы ты назвала фильм? Потому что он алкоголик, как минимум. Потому что он бухает, потому что он гуляет, он не приносит деньги в дом. Почему с отцом ребёнка не живёте вместе? Давно хотела спросить у вас, как вы можете так долго жить на расстоянии. Мне кажется, я опозорюсь. Папа жил отдельно, по определённым причинам. Какие качества характера привлекли моё внимание в моём муже? Сколько лет вашему любимому? И вот я сижу такая на том свете и думаю, твою мать! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И сегодня будет видео «Вопрос-ответ». Сегодня я отвечу на ваши многочисленные вопросы, которые пришли ко мне под постом в Инстаграме. Я сделала пост отдельно, где я попросила всех своих зрителей. Кстати, кто ещё не зарегистрирован в Инстаграме, вот здесь мой Инстаграм. Я часто делаю там опросы. Именно по конкретным темам каким-то или вот как для вопрос-ответ. Мы посмотрим, сколько у нас в итоге вопросов прилетело. 148 комментариев. Открываем. Конечно же, в этом видео я не смогу ответить на все 148 комментариев, поэтому я сразу сказала, что выберу самые интересные для себя, и они попадут в видео. Конечно же, один из самых популярных вопросов был и остаётся, это вопрос о моём муже. Как, например, есть ли он вообще? Женат ли он? Что с ним вообще? И как? И почему он не приезжает? И почему он нас не забирает? Вообще, когда я слышу такое слово, почему он вас не забирает, мы два взрослых человека, которые встретились в этой жизни, пообщались, поняли, что любим друг друга, хотим быть вместе, хотим создать семью. У нас при этом есть определённые условия, в которых мы можем это делать. Временные определённые условия, в которых мы можем делать всё именно так. Это на расстоянии. И мы приняли это решение вместе. Мы каждое решение принимаем всегда вместе. Это заводить ребёнка, например, или не заводить ребёнка, ехать куда-то или не ехать куда-то, кто, куда, как. То есть мы это всё принимаем вместе, и всё, что мы делаем, и любое решение, которое мы принимаем, оно обоюдное и согласованное. У каждого человека, конечно, в голове своё представление семьи. Кто-то говорит, что почему папа не приехал туда-то, там, на день рождения сына. Кто-то говорит, почему папа не приехал в роддом, да. И при этом говорят, что типа хороший папа, какой хороший папа не приехал на день рождения. Девочки, ну не глупите, но я вам серьёзно говорю. Мне кажется, каждая девушка, которая имеет хоть какой опыт с мужчинами, уже есть у неё представление, как в жизни бывает. Да, или даже подруги, может быть, рассказывали. Это же понятно, что это не показатель совершенно, был ваш папа на дне рождения ребёнка или нет. И где он живёт, это совершенно не показатель. И находится ли он непосредственно рядом с вами, не спит на диване или спит на диване. Это не показатель хороших отношений, это не показатель хорошей семьи. Для девочки я очень много знаю семей, да не очень много, это сплошь и рядом, это сплошь и рядом. Покажите мне хоть одну по-настоящему счастливую семью. Вот покажите мне одну эту семью, и я поверю только тогда, когда загляну к ним туда внутрь и поживу с ними долгое время. И тогда я скажу, да, это действительно счастливая семья. Когда я увижу их ссоры, их моменты, как они в трудных ситуациях вместе справляются, как они приходят к тем или иным решениям, как они друг друга уважают, заботятся друг о друге. А чтобы это понять, нужно эту семью покидать в разные условия. И искусственно покидать, либо просто со временем это всё понаблюдать. Это минимум каких-то полгода, ну хотя бы минимум, понимаете? Поэтому вы никто со стороны не сможете посмотреть и сказать, сделать вывод. Это будет неправильно, это будет очень глупо. Девочки, кто заведомо со стороны вообще, не зная ситуации, делает выводы такие, ставит ярлыки, это очень глупо. Реально, очень глупо. Можно судить по каким-то критериям, но вы сами себе говорите, что это далеко, далеко от истины, то, что у вас происходит в голове. Очень много отцов, которые приходят на день рождения к ребёнку и копейки не дают. Приносят какую-то игрушку галимую. Зато пришёл на день рождения. А мать пашет там и за садик, и туда, и сюда. А он уже давно с другой женщиной живёт. И у неё наверняка уже другая семья. Такие папы есть, и таких я знаю. Сплошь и рядом. А есть мужчина, который живёт с вами рядом, просыпается с вами. Зато ребёнок его ненавидит. Да, может ненавидеть. Потому что он алкоголик, как минимум. Потому что он бухает, потому что он гуляет, он не приносит деньги в дом, обижает женщину. И сколько драк дети видят, когда родители ссорятся. Это сплошь и рядом. Это я не говорю вам какую-то ужасную ситуацию. Это сплошь и рядом. Поэтому я абсолютно не переживаю, был ли папа на дне рождения, или находится ли он здесь, непосредственно рядом со мной, на кровати. Потому что это вообще отдельная стезя, это ещё отдельное испытание нам вместе будет. То, что сейчас происходит, всё прекрасно. Всё устраивает нас обоих. Почему с отцом ребёнка не живёте вместе? Переехала бы ты к нему или он к тебе? Неужели вам хватает времени, когда ты приезжаешь, праздники справляете без друг друга? Мы праздники бывают вместе справляем, некоторые. Конечно, нам не хватает времени вместе. Но таковы обстоятельства. Эти обстоятельства временные, и в них мы должны пока что уметь справляться. У нас это получается очень хорошо, так как я человек занятой. Я не сижу дома хернёй, не занимаюсь, не страдаю. И тем более мы 24 часа на телефоне. Мы даже можем и уставать друг от друга, если честно. И мой мужчина тоже очень занятой. То есть порой я могу его не видеть, не слышать. Утром, вечером созвонились. То есть мы всё время на связи, в любой момент, когда это нужно. Но мы можем быть настолько заняты, что только утром доброе утро, и вечером всё спокойной ночи, валимся с ног. А переехать к нему или он к нам сюда, в город, мы это, в принципе, уже подходим к тому, что, скорее всего, возможно, мы будем жить в Ростове. Я думала, что будет в Москве, но ему нравится Ростов. И, возможно, да, мы будем жить в Ростове. Возможно, это будет Москва. Возможно, это будет вообще какой-то третий город. А вообще мы вместе стремимся к Европе. Но нам нужно там пожить месяц, второй, найти город какой-то. В общем, у нас грандиозные планы, но их мы будем осуществлять, когда мы будем вместе. Пока что всё так. И это временно. Следующий вопрос. Хотела бы ты какую-нибудь пластическую операцию или какое-либо изменение внешности? Может, есть что-то в планах? Честно говоря, меня, ну, в принципе, всегда устраивало моё лицо. Единственное, что мне вот в какой-то момент, когда это стало модно, захотелось чуть-чуть пополнее губы. И когда это вот началось, как бы у меня и подружки все подкалывали, делали себе припухшие губки немножко такие. Ну, и я, естественно, тоже начала гиалуроночкой их колоть. Так как это эффект временный, то приходилось там раз в год чуть подкалывать. То есть они оп-оп такие. Потом раз чуть-чуть подздулись. Но они имеют эффект накопительный. Поэтому, если вы, допустим, делали каждый год, там, раз, два, три, то остаётся. Остаётся и потом необязательно, в принципе, делать. Если вы делаете у хорошего мастера, хорошим препаратом, то, в принципе, потом остаётся хороший результат, который не требует вечной коррекции. И в планах у меня нет ничего делать с моим лицом. Я вообще, на самом деле, очень большая трусиха. Я боюсь. Особенно, что касается дыхательных каких-то вещей, там, изменения носа. Я, честно говоря, ну, то есть я за какие-то операции пластические. Если девушка не любит свою внешность, и, допустим, может быть, какая-то часть на лице её раздражает и портит весь её вид, да, она себя чувствует там совершенно другой. Я за это. Но я, честно говоря, не представляю, делала бы я операцию. Если, например, у меня нос бы мне мой не нравился. Я счастлива, что у меня такой нос, какой он есть, потому что я не представляю. Для меня дыхательная операция, где я не буду дышать носом. У меня к самотологу поход, это целое дело. Потому что там где-то я не дышу, где-то в рот что-то может попасть, как что-то залететь, и у меня паника жуткая происходит. Я не представляю. Я не знаю. До сих пор не могу ответить на вопрос. Я просто знаю, что желание что-то изменить в себе, оно может быть настолько сильное, что тебе страшно, но ты идешь. Просто идешь, потому что хочешь, и все. Но вот насчет носа я не уверена. Что бы я делала? Может быть, я искала бы какие-то другие средства. Знаете, сейчас гиалуронкой, например, колят нос и скулы, и меняют форму лица и носа гиалуронкой. Ну вот на это, может быть, я бы пошла. Но мне не нужно, меня все устраивает, и в планах ничего такого нет. Как удается быть такой все время веселой, жизнерадостной? Может, бывают моменты грусти. Конечно, бывают моменты грусти, но в основном, в принципе, я с детства позитивный человек. Не знаю, почему, в моей голове всегда с детства, это, видимо, не знаю, прошлые жизни как-то, да, и люди, они, знаете, бывают вот, живут в одних условиях, а как-то вот смотрят на мир позитивно. Ну, мне кажется, это как-то из прошлого тянется. Поэтому мне кажется, что я такой позитивный, жизнерадостный человек, оптимист такой по жизни с самого детства. Конечно, бывают моменты грусти, но они очень быстро проходят, потому что, в принципе, я оптимистичный человек, и я всегда найду что-то хорошее в любой ситуации, за которую стоит зацепиться, культивировать ее, и настроение сразу повышается. Тем более, я знаю один секрет. Все грусти, любое настроение эмоциональное, это все временное. И если вы имеете терпение, то просто подождите. Просто подождите, и пока держат вас эмоции, грусти, печали, злости, ревности, неважно, постарайтесь занять себя чем-то, и она пройдет. Если не можете занять себя чем-то, поваритесь в ней. Я иногда даю себе возможность повариться. Если я злюсь, я злюсь, злюсь, могу на каком-нибудь сорваться, со смехом, понимаю, что я сейчас срываюсь, и извиняюсь сразу. Вот Кристинка, например, может понимать все эти моменты. Я могу и злиться, и извиняться одновременно, и беситься, и вот так вот топать ногами. Могу загрустить, что-то меня прям вообще затревожит, депрессняк такой поймать легкий, да, и могу крутиться, и все плохо, 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 я прям вот в этом кручусь, прям плохо, нагнетаю, и оно вообще само как-то исчезает. Потому что не так все плохо, я же это понимаю, что жизнь прекрасна, блин. Посмотрите, как дети в Африке живут. Полно на самом деле несчастных людей, которым действительно тяжело, у которых физические какие-то могут быть проблемы. А у нас есть руки, ноги, и вообще, ну как бы относительно, сравните себя, и поймете, что вы счастливы. Следующий вопрос, это было ли такое, что захотелось бросить YouTube, удалять все, минутка слабости, так сказать, ни разу девочке такого не было. У меня был момент, что может быть стоит почистить немного YouTube, да, там какие-то старые видео удалить, которые даже, может быть, вопросы какие-то, я уже повторно снимала, более так уже, ну, и раскрепощена на камере, да, и так далее. Но, не знаю, мне хочется оставить все это, чтобы человек любой мог проследить всю историю от первого видео до последнего, и как-то, а так, чтобы все вообще удалить, какая-то минута слабости, нет, я так дорожу всем этим, что нет. Давно хотела спросить у вас, как вы можете так долго жить на расстоянии, не хочется вечером приезжаться к любимому и просто посмотреть фильм? Романтические вечера. Не нападает ли на вас депрессия по этому поводу? Долго ли вы будете отдельно друг от друга? У меня, когда муж уезжал, на заработки я еле 3 месяца продержалась. Слушайте, нет, депрессии у меня нет по этому поводу. Я больше сразу, знаете, подумала просто, что за человек? Что бы я, знаете, что бы я чувствовала в тот момент, если уезжает мой любимый, и я 3 месяца схожу с ума? Мне что, заняться нечем? Ну, вот я все задала вопрос, мне что, заняться нечем? Что сходить с ума-то, на заработки уехал? Если вы полностью доверяете своему мужчине, если он вам полностью доверяет, и он открыт, что переживаете? Вы же вместе принимаете решение, что он едет на заработки. Это же не так, что нет, я тебя не пущу, а он едет. Ну, тогда, да, я бы переживала, тогда бы я вообще его, наверное, сказал, все, до свидос, блин, я не хочу, а ты едешь, до свидос. А если мы сели вместе, приняли решение, что он едет на заработки, что так нужно, да, ты согласна? Да, я согласна. Ну, тогда крепитесь. Как это? Как? Что сходить с ума-то? Я бы не сходила с ума, это не нужно было бы, это вообще никому не нужно, поэтому нужно занять себя. Если бы я ничем не занималась, ну, я бы нашла, чем заниматься. Три месяца-то вообще мелочь. У нас тут годы, а вы говорите. Поэтому, не знаю, романтические вечера. Знаете, я вот смотрю сериал сейчас, «Карточный домик». Мне очень нравится этот сериал, и мне очень нравится там муж и жена. главные герои. Они там служат в президентском аппарате, и вот как у них там всё развивается. Вы знаете, это такая семья, это больше, чем семья. Это такая большая команда, которые идут к высокому делу. И все вот эти минутные слабости полежать, посмотреть, такая мелочь, такая ерунда. Понятно, что это очень мило, клёво, но есть, но есть такие большие цели и идеи, к которым вы можете идти. Есть такие большие планы, в которых может не вписываться этот романтический вечерок, посидеть, полежать. Если нет возможности полежать и посмотреть этот фильм, никто скулить не будет. Мы все здраво, мы взрослые люди, все здраво понимаем, что происходит и что будет дальше, и жертвуем какими-то вещами, да. Жертвуем этими полежалками и посмотрением фильмов. Да, я смотрела фильмы, я как бы опыт имею, смотрела фильмы, но это не то, это не то, за что стоит держаться. Это не то, на чём основана семья, романтические вечера и просмотр фильма вечером на диване. Это не то. Это мелочи, это такая составляющая, из-за которой депрессовать я бы не стала. Депрессовать стоило бы, когда нет взаимопонимания в семье. Когда ты находишься со своим любимым человеком, вы смотрите в разные стороны. Когда вы не понимаете друг друга, не слышите друг друга, не заботитесь друг о друге и не уважаете. Вот это то, из-за чего стоит, наверное, депрессовать. Как бы, ну, понятно, из-за чего уходит депрессия. А романтические вечера и просмотр вечернего фильма из-за этого я бы не депрессовала. Когда мы будем вместе, это, конечно, точные сроки я вам не скажу. Это очень относительный такой момент. Но... Но скоро. Скоро. Как ты всё успеваешь? Я ничего не успеваю, на самом деле. У меня кавардак в голове, везде. Я просто делаю всё, что могу в данный момент, и всё. А там вот уже получается, как получается. Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы ты назвала фильм? Моя Вселенная. Вселена, вы очень хорошо поёте, интересно, необычно, вас приятно слушать. Скажите, не хотели бы вы подать заявку в шоу песни? Вы же ещё и автор, к тому же, что там очень ценно. Если не хотели бы, то почему? Вас бы там с руками, ногами оторвали. Спасибо большое. Мне приятно, честно говоря, такое слушать, но я адекватно оцениваю свои возможности. Когда я смотрю шоу песни, когда там такие голоса невероятные, невероятные. Знаете, может быть, люди по-разному воспринимают песни. Кто-то умеет петь, слышит ноты, слышит какие-то фальши и так далее, а кто-то не умеет, просто чисто душа чувствует. Кто-то вообще очень грубой поверхностно может оценивать песню. Я, честно говоря, такой средний. Если слушать, или мне кажется, то я средний могу понять. Но я не знаю, но себя, мне кажется, я более-менее адекватно оцениваю. Я не профи. Я чувствую, я чувствую свой голос, что я им не владею на 100%. Я владею им в какой-то степени. И бывает, я песню, чтобы выложить, перепеваю ее несколько раз, несколько раз, и уже потом нахожу, уже устаю, уже голос зажимается, мышцы, все, уже вообще ничего не получается. И в итоге я выкладываю там одну из первых вариантов более-менее, но не идеально. Я слышу, что я пою не идеально. У меня не так-то много каких-то фишек, я не могу хрипеть голосом, не могу расщеплять его, ну то есть много чего. Высокие ноты брать, совмещать резонаторы высокие и грудные. Мне это очень сложно, поэтому я немножко еще такая, знаете, как только начинаю ходить, я бы сказала, ребенок, который только пошел, вот он и идет еще, так не уверенно, может упасть где-то. Поэтому туда, к таким глыбам, можно было бы сказать, я бы не рискнула пойти. Но это значит, что если ты туда идешь, ты как бы заявляешь о себе, что ты что-то можешь, и я еще пока нет, не уверена в этом. И писать песни, я думаю, я могу лучше, можно что-то лучше придумать. Просто мне нужен человек, который мог бы подсказать, который будет меня записывать. Он должен помочь мне с какими-то фишками, с музыкой, добавлять чего-то, все обработать, помочь мне где-то вот спой так, а где-то так. Пока что это все на таком, очень лайтовом таком уровне. Я знаю, что могу лучше и больше, но для этого нужно работать. Поэтому в шоу-песни и в другие какие-то соревнования на таком уровне я не готова пойти. Мне кажется, я опозорюсь. Если посчитаешь корректным мой вопрос, ответь, пожалуйста, какие качества характера привлекли твое внимание в твоем муже? Как он добивался тебя? У тебя замечательная мама. А где папа? Спасибо большое. Папы нет уже где-то в 13. Или в 15. Я не помню. Вот этот возраст, он у меня очень размыт, поэтому я точно сейчас не скажу. Его не стало с нами. Но мама с ним уже не жила тогда, но он был с нами очень близок, с братом. Мы проводили время. Они были в хороших дружеских отношениях с мамой. И мы, ну, как бы, жили даже рядом. Вот одна остановка друг от друга. Мы с папой, мы папу очень любили. Хотя, ну, как бы, были моменты, когда можно было... Ну, мы дети, да? То есть, это все мама, она как бы знала, держала там в себе, да? А мы дети, мы знаем, есть мама, есть папа. Какие-то моменты в жизни там позабыли. И все. И любим папу. Ну, мама, как бы... Мама всегда очень... Мама у меня добрая. Мама всегда очень хорошо относилась к людям. Она не держит зла. Такой не злопамятный человек. Поэтому она к папе, к нашему, даже после развода, когда они развились, относилась к нему очень по-доброму. Ну, как родной человек. Где-то помогала ему, где-то поддерживала его. И мы так же. Жили они недалеко друг от друга, поэтому мы утром вставали и бежали к папе, бывало, проводили на рыбалке время там, да? Тусовались вместе. Вот. Потом в какой-то момент его не стало. Не будем вдаваться в подробностях. И все. Но это не был таким, знаете, я, насколько помню, это не было каким-то сильным ударом. Во-первых, потому что мы были маленькие. Во-вторых, папка уже далек, ну, как бы далек был от нас. Он как-то не являлся, что ли, прямо такой частью нашей семьи. Наша семья, это была мама, брат и я. Все. Больше никто. Папа жил отдельно, по определенным причинам. Вот. Но мы его любили. Мы тоже о нем заботились. Как-то он, хотелось о нем заботиться. Помогать ему где-то. И, ну, так как мы жили раздельно, ну, не каждый день мы прям встречались там, но много времени проводили. Мы знали, где он живет, там, с бабушкой, с нашей. Мы также приезжали туда, веселились. Но так как мы были маленькие, мы не особо этот момент, мне кажется, даже поняли. и очень он ровно так ушел. Ну, и вот его нет. Какие качества характера привлекли мое внимание в моем муже? Знаете, раньше я всегда смотрела на оболочку. Вот я сначала смотрела на оболочку, влюблялась в эту оболочку, она меня ослепляла, и я не видела качества человека. И потом, когда я уже начинала, когда я уже вляпалась, как говорится, я уже начинаю жить с человеком, я уже поменяла там свою жизнь, все наперекосяк, начинают потихоньку открываться качества человека. И, как правило, эти качества мне не подходили. В большинстве в своем случае эти качества были отвратительны. Я долго работала над тем, чтобы не влюбляться в оболочку, а полюбить сначала качество человека, а потом оценить его внешность и все дела, да. И с моим любимым мы как раз-таки познакомились, мы познакомились с ним заведомо немножко через друзей, да, то есть мы еще не виделись с ним, поэтому мне удалось не картинка первая, да, что, а первое это общение у нас было, и мне удалось разглядеть его качество. В первую очередь человек внимательный и заботливый, то есть он не только замечает маленькие вещи, он даже более внимательный, чем я, он не только их замечает, но он и заботится. Если что-то не так, он позаботится об этом. Человек, он очень похож на меня вот в этом. Я такой человек, который люблю все контролировать и как бы я уверена в себе, я знаю, что делать, все у меня по-любому получится, да, и я готова брать под свое крыло людей, у которых можешь там что-то не получается, еще что-то направить, взять, и ответственность, ответственность, человек ответственный, я люблю ответственность, я кайфую от нее, от ответственности, я люблю кому-то помогать. Вот он точно такой же, и впервые в жизни со мной рядом человек, который просто ответственный, он не боится ответственности, он берет эту ответственность, и все, и вот с ней, и я впервые почувствовала, что за меня кто-то берет ответственность, что я могу сложить ручки, ножки и быть уверена, что все будет хорошо. Хорошо, и он, ну сначала он проявил свое внимание, заботу, то есть он замечал какие-то вещи, заботился об этом, ему очень было важно, о чем я думаю, мое настроение, любые перемены в моем настроении он чувствовал, и все время пытался их решить, и это у него очень хорошо получалось. Я могла показывать свой характер, я могла проявлять себя такой, какая я есть, и я ему этим понравилась, то есть он принял меня, увидел, какая я есть, и принял меня такой, какая я есть. На тот момент я жила и поставила себе цель, да, вот деньги, определенные такие вот материальные ценности, и мне не нужны были никакие отношения, у меня вот была такая цель. Потому что отношения, они начинали все путать, менять, у меня падало настроение, и от настроения зависело вообще все, я могла все-все, просто опустить руки, не хотелось работать, ничего. А мужчины, которые были со мной рядом, они не могли обеспечить мне материальную поддержку никак. И поэтому, короче, все было вот так наперекосяк, все было смутно, непонятно, меня это бесило очень, в итоге я решила отказаться от отношений вообще на какое-то время и уйти полностью в заработки для достижения своей цели. И вот тут встречается человек, который показывает мне такие качества, которые я уже давно не видела, я уже соскучилась за ними, что есть такие люди. И при этом человек, да, там не богатый, но он говорит, надо, значит надо, сделаем, и все. На тот момент, кстати, я показала себя очень с меркантильной стороны, то есть я сказала, мне вот нужно вот так и вот так, и больше никак, все, я вот такой человек. Он меня обозвал, помню тогда, меркантильной сучкой, но он до сих пор может так меня называть, это любя, я думаю, ему что-то даже нравится этот момент, что я не размазня, не раскисня какая-то, что у меня есть определенные цели, желания, к которым я иду. Ну и на самом деле он меня увидел, понял, что я не пойду по головам, я достаточно человечный человек, понятно, что у меня могут быть свои желания и цели, у него тоже такие желания и цели, они у нас совпадают. Мы хотим жить хорошо, мы хотим зарабатывать, мы готовы работать. Человек очень перспективный, целеустремленный, внимательный, заботливый, с широкой душой, он очень добрый, ответственный, он очень любит помогать людям. Он по знаку зодиака стрелец. У меня никогда не было вообще ни стрельцов мужчин. Я их, ну, видела, только вот у меня подружки там был знакомый, парень стрелец, я этих знаков вообще не знаю, а на самом деле они очень похожи. У меня была подружка стрелец, мы с ней дружили очень хорошо, и мы с ней тоже были очень похожи по энергетике, по целям, по взглядам. И вот впервые у меня вот встретился мужчина стрелец, стрелец, а я лев. И у нас очень много похожих вот таких вот качеств. Это клево, очень клево желать и творить вместе. Сколько лет вашему любимому? Он 82-го года рождения, я 85-го, у нас 3 года разница. Силь, ну когда уже мама Чоли свой канал откроет? Чувствую, вот, кстати, мама Чоли, это, ну, уже много кто так пишет. Наверное, мама Чоли, надо и создать ей такой канал, мама Чоли, мне очень нравится. Допланируем, я уже заказала ей штатив, я уже покупаю кое-какую там одежду ей, чтобы она снимала видео. Она уже набросала кое-какие темы. Все потихонечку будет, потому что это не всем просто, может появиться желание, но начать, это такой момент, да. Нужно время, скоро будет. Ну вот, кстати, с названием я определилась, мама Чоли. Сейчас я ей позвоню, предложу это, и мы сразу сделаем канал, пусть он уже будет. Короче, этот вопрос-ответ, походу, будет у меня вопрос о муже. Просто, нет, это интересная тема, я понимаю, я с удовольствием открыла бы вот так вот все наизнанку, но я не один человек, я только блогер, понимаете, только я человек, который открывает. А второй человек, он не открывает, как бы нельзя, может быть со временем что-то изменится, но пока это никак нельзя, поэтому вот так вот. И почему нельзя, я тоже не могу сказать. Но это есть определенные причины, которые мы тоже вместе как бы обговорили. Селена, не боитесь, что когда станет жить с мужем, много сюрпризов откроется, притирка начнется, все-таки отношения на расстоянии и жизнь будет бок по бок. Пипец, какие разные вещи. Я этого не боюсь, я знаю, что это так, но я этого не боюсь. Все может быть, я готова ко всему, то есть может быть такое, что отношения на расстоянии это одно, а когда мы начнем жить вместе и начнется притирка, бытовуха, может быть совершенно все по-другому и вполне возможно, что мы можем даже и не справиться с этим. Но я надеюсь на лучшее, я думаю, что мы справимся, потому что качества, которые я сейчас вижу у человека, они говорят мне о том, что вполне возможно, что мы справимся. Мы достаточно гибкие люди в каких-то вещах, да, и то, к чему мы привыкли, например, вот так конкретно, да, ради семьи, ради какой-то цели мы можем где-то поменять взгляды, что-то там поделать. Но вообще мы даже сейчас уже разговариваем о каких-то вещах и меняется, меняется что-то. Мы не хотим, мы вместе не хотим быть, знаете, какими-то людьми с жесткими ограничениями, с жесткими взглядами, которые невозможно разрушить. Если есть какие-то адекватные причины, мотивации для того, чтобы поменять свой какой-то закоренелый взгляд, мы готовы к этому. Просто нужно, ну, убедить, что меня, что его, нужно убедить в том, что взгляд нужно поменять. Он не приносит пользы, он разрушает. И если мы это поймем, мы этот взгляд будем менять. В общем, мы с ним готовы работать. И мы любим друг друга. И хотим быть вместе. И мы хотим построить хорошую семью. Хотим развиваться в отношениях. То есть у нас это есть. И мы это делаем уже на расстоянии. У нас тоже очень есть моменты, над которыми нужно работать. И мы это делаем, мы справляемся. Конечно, всё может быть. От этого никто не застрахован. Люди могут жить вместе, знаете, 10 лет и 20, и потом развестись. А потом сюрприз какой-то открылся, да, что у него любовница 5 лет. Ну, всё может быть. Я ко всему готова. Я эту жизнь воспринимаю не как-то так, знаете. Я знаю, что всё в этом мире очень изменчиво. Я воспринимаю вот жизнь и весь мир и всё, что меня окружает. И принимаю таким, как он есть. А он знаете, какой есть? Он постоянно меняется. Сегодня ты живёшь и счастлив. Через 5 минут тебе поменялось настроение. Сегодня ты здоров и светел. Завтра ты болеешь и переживаешь. Сегодня ты в браке. Через месяц ты разведён. Сегодня ты живёшь. Через несколько лет ты умрёшь. И это жизнь. Я её принимаю такой, как она есть. Я готова ко всем моментам, что они могут быть. Конечно, я их могу по-разному переживать. Что-то я могу переживать легко. Как, например, перемены настроения, здоровье достаточно легко. А вот бывают какие-то там вещи, например, расставание с любимыми, или тяжёлые болезни, или потеря каких-то близких. Или особенно, когда у близких что-то не так. Это тоже перемены. У них сегодня хорошо, а завтра у них плохо. Им нужна помощь. И это тоже можно тяжело воспринимать. Ну и в конце концов, смерть тоже все воспринимают очень по-разному. Я знаю, что это будет. Так или иначе, это потому что неизменные такие вещи. Это жизнь. Всё меняется. Сегодня так, завтра так. Нет ничего постоянного. Но как я буду её воспринимать, всё зависит от того, насколько я к этому подготовлюсь. Я стараюсь, я готовлюсь. Дзен, медитация. Но это надо много работать, чтобы, знаете, всё очень вот так вот. Пройти все эти стадии настолько ровно. Пока что я такая же, как и все, волнами. Прыгаю. Но надеюсь, что они у меня не такие высокие, чтобы сводить меня с ума. Они где-то вот так вот происходят. Но мы работаем над этим, работаем. Будем об этом думать, когда это случится. Каким ты видела своё будущее, будучи подростком? Работа, семья, дети. Вы знаете, я именно как бы, ну, именно так всё и видела, вот что я хотела сказать. Нет, у меня не было конкретного, знаете, там, вот какой вот он муж, как вот она семья и какая вот работа. У меня были размытые представления об этом. Больше всё это было на чувствах. Что я должна чувствовать? То, что я сейчас чувствую, в принципе, то я и планировала. И даже больше. Я хотела чувствовать счастье рядом с мужчиной и радоваться, что он у меня есть. Ребёнок, прекрасный, золотой мальчик, и я счастлива. Любимое дело, которое приносит мне всё, что мне нужно, и перспектива. Нету конца и границ перспективы этому. Как жить, когда встречаешься с молодым человеком, а между вами километры и очень тяжело? Знаете, я бы не встречалась с человеком, если бы мне было очень тяжело. Да. У меня были отношения на расстоянии какой-то, ну, как бы они такие были. Сначала не на расстоянии, потом расстоянии, потом не на расстоянии. И эти расстояния были короткими. Я этому человеку совершенно и не доверяла. Он испытывал вечное моё терпение и не заботился о моём эмоциональном фоне. Постоянно меня провоцировал, играл с моей ревностью. И я этому человеку не доверяла. И наши отношения даже километры, малюсенькие километры, там 200 километров. У меня где-то есть видео об отношениях на расстоянии. И я, в принципе, там и говорю, что вся заслуга наших отношений – это мой мужчина. Поэтому надо выбрать правильного мужчину, который все эти километры между вами сотрёт. К секонд-хендам. Вот, кстати, видео секонд-хенд будет скоро. И я, в принципе, в каждом секонд-хенде всё время рассказываю по чуть-чуть своё отношение к секонд-хендам. Посмотрите обязательно. Как звучит девиз вашей жизни? Люблю, кстати, такие вопросы интересные. Есть над чем подумать. Мне очень нравится тату у меня вот здесь. Don't stop. Который переводится «Не останавливайся». Наверное, это был бы хороший девиз для нашей жизни. Для жизни, для семьи. Останавливаться нельзя, потому что жизнь – это движение. Ну и, конечно, вверх, а не вниз. Нужно чётко понять, куда ты идёшь. Если это вверх, то не останавливайся. А если это куда-то вниз, то да, приостановись. Развернись. И не останавливайся. Так, давайте заканчивать уже с вопросами. Их очень много, конечно. Вот ещё один. Нерациональнее было бы остаться в своей прежней квартире, копить или взять кредит из тех денег, что вы сейчас платите за аренду. Может, жили бы уже в собственном жилье. Вопрос с квартирой, он очень такой сложный. И, знаете, вот есть люди, которые готовы во всём себе отказывать. И копить, копить, копить. И будут это год, два, там, три. Кредит. Ну, я не могу взять себе просто так кредит. Есть определённые условия для кредита, которые, к сожалению, я под них там... Короче, я не могу взять кредит, да, чем объяснять все эти тонкости. Я не могу сейчас взять кредит. И, в принципе, я не хочу брать кредит с минимальным вложением. Там, заплатила 300 тысяч 400, да, и брать огромную сумму в кредит. И переплачивать какое-то время. Для меня, да, лучше накопить там половину или большую половину. И взять в кредит небольшой кусочек. Денег и в ближайшее время всё это погасить, чтобы не переплачивать много. Ситуация такая, что кто-то мог бы на моём месте остаться в старой квартире, копить, копить, копить. Но я такой человек, который не могу себе ни в чём отказывать, потому что я живу здесь и сейчас. Будет очень обидно. Я очень часто представляю себе такую ситуацию. Я, конечно, да, и коплю там, и стараюсь как бы всё это. Но при этом не отказывая себе ни в чём. То есть я должна совмещать все эти вещи. И копить, и не отказывать. Это очень сложно. Но возможно. А смысл в том, что я всё время напоминаю себе. Вот я себе всём отказываю. Там не поела, там не насладилась, там не подарила себе какие-то впечатления. Здесь не сделала подарок. А всё, коплю, коплю, коплю. Проходит год и два, и что-нибудь со мной случается, блин, и вот я сижу такая на том свете. И думаю, твою мать, вот бы я лучше потратила все эти деньги. Зато прожила эти дни хорошо. Поэтому для меня такой критерий, конечно, так бездумно тоже нельзя. Там всё сразу спускать. Поэтому я для себя просто нашла такую золотую середину. Я хочу здесь и сейчас жить хорошо. И жить хорошо для меня это хорошее условие. Это жильё. Я хочу выходить. То есть есть какие-то моменты, которые для меня важны. Для кого-то, например, жильё может не важно. И они могут жить, где живут, их не напрягает. А меня напрягало. То есть мне нужно жить, вот мне нравится квартира светлая, большая. Хочу в ней жить. Я хочу выходить, вот гулять в красивом месте со своим ребёнком. Я хочу машину хорошую, на которой я вот еду. Я могла бы машину иметь попроще, как бы если условия вдруг сойдутся, так. Я попроще буду ездить на машине. Ну вот у меня машина, вот я выезжаю. Я хочу в кафе поужинать, поесть, там, суши где-то, ещё что-то. Я иду туда, да. И чтобы всё это выполнять, я должна очень много работать, очень много стараться для того, чтобы разделение бюджета было такое, чтобы мне хватало на всё это комфорт жить, да, не отказывать себе ни в чём. И в то же самое время откладывать ещё. То есть здесь каждый человек уже на своём уровне должен подумать, посмотреть. Конечно же я себе, ну, я не бездумно иду, я не покупаю себе там супер дорогую обувь, там, бриллианты. Хотя хочется, я всегда прохожу, у меня по прикушке каких-то. Что-то хочется себе взять. Ну, это не супер важно, это не так сильно меня парит, да. Но вот где я живу, на чём я езжу, и что и где я ем, для меня это важно. Это поднимает моё настроение. Поэтому те моменты, которые важны, я их решаю. Я удовлетворяю свои потребности. Какие-то моменты могут для меня быть неважны, а кто-то тратит на них деньги, например, да, я нет. В общем, всё, мои хорошие, видео пора заканчивать. Читаю много наснимала, не могу понять вообще, как это всё сейчас смонтировать, но постараюсь для вас смонтировать и это видео опубликовать. Надеюсь, ответила на какие-то ваши вопросы. Вопросы про мужа, они просто неиссякаемые. Я готова говорить об этом много, в принципе, но по каким-то определённым границам, да. То есть есть какие-то границы, то, что скрыто. Но вокруг да около я могу ходить. Вот. И с удовольствием делюсь, да, о таких вещах, как качество, там, страдаешь, не страдаешь на расстоянии, там, и всякие моменты такие, нюансики. С удовольствием о них говорю. Вот. Наше расстояние временное, я повторяюсь. И всё это относительно, я точные сроки оговорить не буду. Мы будем вместе, и будет потом развиваться наша жизнь по-другому. И, конечно же, я буду открывать вам секретики нашей жизни совместной уже потом. Вот. Как оно всё будет складываться. Ну, всё очень интересно. Скоро всё будет. Спасибо за ваши вопросы. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok